Здравия желаю! Это третья часть серии о парке Патриот и выставке Рособорон Экспо. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации – духовный символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигом русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Высота храма вместе с крестом по проекту – 95 метров. Диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота Звоницы – 75 метров, именно столько лет прошло со дня победы. Высота Звоницы – тоже 75 метров, высота малых куполов – 14 метров 18 сантиметров. 1418 дней и ночей длилась война – 1941 по 1945 года. Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства нововведения. В восточной части музейного комплекса установлена скульптурная композиция Даши Намдакова «Матерям победителей», ее высота 9 метров. В основе образа – скорбящая женская фигура, укрывающая вечно горящую свечу – символ любви и памяти. Свеча была зажжена от вечного огня у могилы неизвестного солдата на Красной площади. Каждый из пределов храма посвящен святому, покровителю одного из родов, войск и видов Вооруженных сил России. Строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Храм построен на добровольном пожертвовании 1217 организаций, 94 360 человек. Место строительства главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Парк Патриот» в Подмосковье выбрано не случайно. В годы Великой Отечественной войны там проходила Московская зона обороны. Именно от этого гранитного верстового столба началось движение советских войск на запад. Кстати, ступени Православного собора отлиты из трофейной техники вермахта. Традиция строительства воинских церквей уходит вглубь времен, а история храма в честь военных побед насчитывает несколько столетий. В храме пять престолов. Центральный престол наименован в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова. Четыре престола посвящены небесным покровителям ведов и родов войск вооруженных сил, святому благоверному князю Александру Невскому, покровителю сухопутных войск, святому пророку Божию Ильи, покровителю ВКС и ДВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному, покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре, покровительности РВСН. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разный период истории России. Образ спаса нерукотворного в центральном куполе храма – самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Над благоукрашением нижнего и верхнего храма трудился огромный коллектив мозаичистов. Тысячи квадратных метров мозаик были собраны в рекордные сроки за несколько месяцев. Монументальная мозаичная композиция Богоматери с младенцем на западной стене, созданная народным художником России Нестеренко, перекликается с известным плакатом времен войны «Родина, мать зовет». В киотах храма представлены древние святыни, иконы XVIII-XIX веков разных художественных центров, объединяя и акцентируя духовное наследие нескольких веков. Для храма создавались совершенно новые композиции. Серия живописных работ художника Нестеренко соединяет небесных покровителей нашего Отечества и его земных защитников. Центральная апсида, посвященная Воскресению Христову впервые в истории, выполнена в виде металлического рельефа. Величественные северные и южные врата формируют фасады храма. На них запечатлены битва за Сталинград, освобождение Севастополя, подвиг панфиловцев, оборона Москвы, водружение знамени Победы над Рейхстагом и другие известные эпизоды войны, работ московских скульпторов Пшанова и Успенской. На порталах северных и южных врат изображены 36 памятных медалей, по 9 в каждом портале. Нижний храм посвящен святому равноапостольному великому князю Владимиру Крестителю Руси. Эффект камерности крестильного храма достигается полихромным мозаичным убратством стен и свода, керамическими иконами в иконостасе и на столпах, орнаментацией пола, выполненной в технике флорентийской мозаики из мрамора, оникса и нефрита, перемежающимся латунными вставками. На восточной апсиде установлена уникальная икона-складень Воскресения Христова, выполненная с применением золочения и эмалий с полудрагоценными камнями. Складень в буднине стоит в закрытом виде и открывается с особой церемонией перед воскресной службой. В иконостасе храма 48 икон по числу месяцев боевых действий Великой Отечественной Советско-Японских войн. Инкрустация из 431 драгоценного и полудрагоценного камня в иконостасе символизирует О-431 стрелковой дивизии, числящейся в Красной Армии к моменту окончания Великой Отечественной войны. В храме установлено 6 антикварных икон и 2 антикварных иконостаса. Главной иконой храма является Спас Нерукотворный, при создании которой использовались старинные технологии Паволока, Левкас, Яичная Темплера, Сусальное Золото, Полудрагоценные и Драгоценные Камни. Икона написана на деревянных досках из орудийного лафета восьмипунктовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы. С тыльной стороны доски скреплены между собой цевьем автоматической винтовки Токарева образца 1940 года. Иконой является произведением искусства, над которым работали ювелиры, металлурги и художники. 22 января 2020 года на строящийся храм подняли купол, который был освещен на высоте 60 метров над землей настоятелем собора епископом Клинским Стефаном. Купол храма выполнен в виде шлема святого благоверного князя Александра Невского с изображением на нем архангела Михаила, предводителя небесного воинства. В куполе находится огромный сверкающий с золотом мозаичный образ Спаса Нерукотворного, который копирует древнюю новгородскую икону воинскую хоругу XII века. В настоящее время икона находится в экспозиции Третьяковской галереи. Со времен Древней Руси этот образ традиционно помещался на знаменах и штандартах, символизируя духовную защиту русского воинства. Следуя традициям, в храме размещены иконы святых покровителей российских воинов, а также геральдические знаки. Главный храм украшен росписями с батальными сценами из военной истории и текстами из священного писания. В решение задач по художественному оформлению главного храма приняли непосредственно участие всемирно известные живописцы и специалисты студии военных художников имени Грекова. Сохранение и воспроизведение в художественных образах исторической памяти народа – вот основная задача поставлена перед большим коллективом авторов. Храмовый комплекс в совокупности представляет синтез современного искусства – мозаика, скульптура, керамика, живопись, витражи. Гармонично сочетаются в едином ансамбле. Храм отличает многообразие новых композиционных решений и художественных приемов, сочетание различных материалов и техник, виртуозность исполнения и безупречное качество произведений. Над его строительством и созданием всего убранства были задействованы с начала производства более 4 тысяч человек. Одновременно пропорции храма уникальны и основаны на числах, которые в сознании большинства людей ассоциируются с Великой Победой во Второй Мировой Войне. Идея отразить в архитектурных пропорциях символы Победы принадлежит министру обороны России Шойгу. Снаружи стены храма декорированы бронзовыми горельефами со сценами эпизодов войны, выполненными скульптором Салаватом Щербаковым. Основные плоскости фасада храма выполнены из натурального камня и имеют большое количество резных каменных элементов. Скульптурная группа их фасадов храма отлита из бронзы, следуя генеральной концепции собора в создании образа храма-воина. Эту идею поддерживают модульные элементы наружных стен в форме стилизованных воинских доспехов. На фасаде храма установлено 29 скульптур, из них 4 скульптуры евангелистов, а 8 скульптур святых воинов-полководцев символизируют такое число компании Великой Отечественной войны. В 20 нишах на фасаде храма приведены цитаты из Евангелий о победе и добра над злом на церковно-славянском языке и святых праведных воинах, выполненные традиционно русской вязью. Для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в котором включили металл из переплавленного оружия вермахта. В основании храма вбито 435 свай, длина каждой из которых 15 метров. Убранство колоколов, изготовленных на Воронежском литейном заводе, разработано на основе орнаментов, украшающих храм. На колоколах отражена тема победы в Великой Отечественной войне, иконы покровителей русского воинства. Главный колокол-благовестник украсили балерьефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны. Работа над изготовлением колоколов велась на протяжении полугода. Вес ансамбля более 20 тонн. В него вошли 18 колоколов, самый большой из которых весит 10 тонн. 17 из 18 колоколов посвящены видам и родам войск. Величественный двухэтажный собор с большими золотыми куполами виден издалека. Он формирует пространство равнинного пейзажа. Финансирование строительства главного храма осуществлялось за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Среди пожертвователей 1217 юридических лиц, 94 360 конкретных людей, в том числе 15 760 человек, приславших коллективные вклады, и еще 15 490 взносов поступил через СМС-сообщение. Поле Победы Территория исторических реконструкций, где выставлена боевая техника военного времени. Воссозданы окопы, блиндажи и руины зданий. Экспозиция работает в режиме свободного посещения со свободным доступом ко всем объектам и возможностью фотографировать. Территория музея Поле Победы разделена на несколько тематических зон. Среди них передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения. Реконструкцию местности, где Красная Армия остановила прорыв фашистов к Москве и где началось контрнаступление советских войск, создавали по архивным документам и снимкам фронтовой поры. Экспозиция музея Дорога памяти это подробная история каждого дня Великой Отечественной войны в 32 галереях и 32 залах, 27 из которых иммерсивные с эффектом погружения. Протяженность музея 1418 шагов. Именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. В базе данных героев информация о более 34 миллионах участниках войны. В музее свыше 8 тысяч экспонатов, около 15 тысяч гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира размещены на постаментах вдоль здания музея. Первая часть экспозиции «Поле Победы» посвящена операции, в ходе которой была разгромлена вражеская группировка у деревни Акулова. Перед посетителями музея картина «Поле боя и действий 32-й стрелковой дивизии». В течение двух дней ее бойцы и командиры отбивали попытки немцев пробиться к кубинке. Они не пропустили врага и нанесли ему большой урон в жилой силе и технике. В экспозиции также представлен эпизод освобождения деревни Юшкова. На поле боя воссоздана наша огневая точка с расчетом пулемета ДП-27. Рядом блиндажи, позиции артиллерийских расчетов танки Т-34, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов и полоса инженерных заграждений. Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект «Дорога памяти» Центрального музея вооруженных сил России объединяет десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ. Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию Мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных, фамилию, имя, отчество, год и точную дату рождения и фотографии участника Великой Отечественной. При отсутствии доступа к сети интернет, сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат и по почте. Почтовый адрес представлен в правом верхнем углу. Музыка. 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 Это подбитый «Юнкерс-87». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok